Продолжение следует... Продолжение следует... Далее на вопросы письменно. Что такое коммуникация? Чем характеризуются конкретные профессионально-коммуникативные ситуации? Приведите примеры. Вот примеры нужно обязательно в клобочках привести, не просто переписать. Далее задание следующее. Сгруппируйте примеры так, чтобы в первую группу мы отнесли ситуации неофициальной обстановки и во вторую группу ситуации официальной обстановки. Ну, думаю, я думаю, вы это уже сделали, да? Итак, я читаю, а вы скажите мне, это официально или нет? Например, вы находитесь на приеме у ректора. Это официальный. Конечно, официальный Диас. Так, а сейчас Диас помогает своим близким по работе. Какая это обстановка? Ты помогаешь просто. Неофициальный. Это неофициальная обстановка общения. Конечно. Ну, например, Жан Дос, ты находишься сейчас на дружеской вечеринке в КОПЭ. Это какая обстановка? Конечно, это неофициальная обстановка общения. Хорошо. Совершенно верно. Жан, теперь вопрос к Дамиру. Дамир, ты сейчас в общежитии сидишь с товарищами, пьешь чай. Какая это обстановка? Разговариваешь, общаешься? Общаешься с товарищами, сидя за столом, ужинаете вечером в общежитии? Обучите малый, вот, мне же, она говорит, как далось, если меня... Хорошо. Тогда, Баубек, пожалуйста. Итак, вы идете вечером, ужинаете и разговариваете. Обстановка какая? Официальная или нет? Конечно, неофициальная. Хорошо. Вы проводите, например... Ну, Рассел является руководителем строительной компании большой, проводит производственные совещания со своими работниками. Какая это обстановка? Это официальная. Конечно, официальная. Вот таким образом вы задание первое разберете и в две колонки разбьете вот предложенные вам речевые ситуации. Задание второе разберем теперь. Определите коммуникативные цели следующих коммуникативных ситуаций. Коммуникативная цель, то есть цель, которую вы поставили перед тем, как начать общение, задача ваша, ваша цель, ваше, как бы, какое-то направление деятельности, которое вы хотите осуществить, чего вы хотите добиться в результате вот этой коммуникативной ситуации. Например, вы участвуете в симпозиуме или вы готовите симпозиум инноваций в науке и образовании. Какая может быть задача у этого симпозиума? Активнее, пожалуйста, участвуйте в разговоре. Култанбек, какая может быть задача, если ты организовываешь симпозиум инноваций в науке и образовании? Цель? Какая? Какая цель? Какая задача? Комуникативная задача, наверное, получение каких-то новых сведений. Симпозиум – это большое какое-то научное мероприятие, на котором обмениваются мнениями, высказывают какие-то новые какие-то взгляды на темы определенные научные, обмениваются опытом и так далее. Значит, симпозиум ставит задачи вот эти коммуникативные цели. А если это, например, производственное совещание, для чего? С какой целью оно может проводиться? Диас, производственное совещание. Вот ты, будущий руководитель, ты проводишь совещание. Зачем? С какой целью? Чтобы создать производство. Производство у тебя уже создано. Ты проводишь не в первый раз это производственное совещание. И, наверное, ставишь задачей разбирать такие общие частные вопросы, которые ежедневно возникают на производстве. Вот, например, ты сейчас помогаешь своим близким, помогаешь ремонтировать территорию, мясокомбинаты. И, участвуя в производственном совещании, вы разбираете общие частные какие-то вопросы, которые касаются вашего предприятия. Вот таким образом вы каждый, каждый предложенную ситуацию коммуникативную разберете и через черточку запишите, какая может быть цель. Например, встреча с зарубежным партнером. Зачем вы встречаете с зарубежным партнером? Не чаю же попить просто, не кофе попить. А задачу какую-то ставите. Ну, какую, например? Деловые переговоры. Провести деловые переговоры и, наверное, наладить какие-то партнерские связи. Да, зарубежным партнером. Так же? Не просто же встретиться и разойтись. А обязательно ставится какая-то задача, которую инициатор вот этой встречи перед собой ставит. И если он четко, конкретно ставит задачу, он, конечно, добьется своей цели. И последнее занятие, которое Султанбек попросил разъяснить. Задание третье. Подготовь презентацию. Презентацию, да. Ваши фирмы. Определите коммуникативные цели и ситуации общения при показе презентации. Ну, презентации вы обычно об аудитории, когда мы встречались на занятиях, вы готовились в виде слайдов, да? Да. Это было, мне кажется, просто. Там особой сложности не было. Но теперь вот в условиях таких, наверное, все-таки будет интереснее, если вы подготовите небольшой рассказ сообщения с презентацией, с представлением какого-то вашего товара. Это не обязательно какая-то вещь материальная. Это может быть любой продукт, любая услуга, которую ваше предприятие, учреждение или фирма предлагает своим... Предполагает населению, людям вообще, обществу. Например, наш Рассел, будущий строитель, да? Он может создать проект очень современный, проект какого-то комплекса строительного или здания. И он может презентовать его, предложить публике рассказать о нем. Это и будет презентация. Но перед подготовкой презентации нужно поставить задачи и цели так, чтобы предлагаемый, презентуемый, рекламируемый вами товар обязательно нашел спрос, нашел интерес, да, вызвал интерес аудитории вашей. Вот, например, интересную презентацию в памяти о легендарном руководителе, лидере подготовил. Аллатов Нурассел, он подготовил презентацию о фильме, который он создал, о... Мухаммеде Кунаеве, да? Булешей, да? Да. Вот сейчас мы ему слово дадим, он коротко расскажет, что он хотел в этой презентации, с помощью этой презентации нам рассказать, чего он хотел добиться. Послушайте его, пожалуйста, Рассел. У меня есть мечта снять фильм, но я первоначально хотел снять фильм о любви, но у меня есть одна задача. Первоначально снять фильм исторический, о ком? У меня я первый хотел снять фильм о Димаше Ахмедович Кунаеве, потому что он великий казах, он был секретаром Казахского СССР, Компартии Казахстана, он много трудился для нашего народа. И это... Снять фильм, это не только моя мечта, и моя однокурсников. Потому что мы все, когда собирались, у нас были много мечты, целей, и одно тело был снят фильм. Мечта и цели, да? Наша мечта. Я когда начал создать презентацию, я на первой листе говорил о человеке, который... На первом слайде я рассказал о команде, которая сняла этот фильм. Они были, они были все, мои однокурсники. А кто-то, 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 я сам был режиссером и сценаристом, а мои однокурсники были сценаристом, композитором, оператором. Все хотели работать фильмом. Я описал первые немного описания о фильме и рассказал тело, тело этого фильма. Вот какая твоя задача, какую ты цель ставил? Расскажи подробнее однокурсников. Сценаристация, то есть ты тогда достигнет цели, когда будет четко поставлена цель. Для чего ты хотел вот такой проект поднять? Да, да. Мой первый тело был рассказать о нашего великого человека, ее добрые дела для нашего следующего молодежи. Показать, какой он был казак. Для следующего поколения. Да, да, на следующую поколение показать. То есть, ну, Рассел хотел сделать, создать фильм, хочет, вернее, хочется создать фильм, пока презентация только есть, для того, чтобы это имя осталось в памяти народной, да? На самом деле, это был великий человек, который совершал великие дела. И до сих пор в памяти людей эта личность, героическая, можно сказать, личность осталась, да? И для того, чтобы таких людей не забывали, и новое поколение брало пример с них, да? Да, да, да. И как могло тоже вносил свой вклад в развитие нашей страны, Талгатан Рассел решил создать презентацию вот по этой теме. И он сейчас озвучил свою задачу, коммуникативную свою цель. Вопросы к Расселу есть? Может быть, вам что-то непонятно? Нет, понятно. Понятно. Если все понятно, или, может быть, какие-то вопросы возникнут, вы не стеснялись, пожалуйста, пишите, звоните, можете спрашивать у Нарасселу. Можно создать такую презентацию в виде слайдов, но еще лучше, если вы напишите небольшое сообщение. Я, как я уже сказала, это не обязательно какая-то материальная вещь, товар, который вы предлагаете, это может быть нематериальная вещь, например, туристическая поездка, если вы представляете себя в роли руководителя туристического бюро какого-то. Или, может быть, это какая-то услуга металлогическая, если вы представляете себя в роли, например, хозяина какого-то салона, да, спа-салона и так далее. То есть задач, вернее, направлений тем очень может быть много, только надо будет работать самостоятельно, не переписывая из интернета, немножко шередить своими мозгами. Так, вопросы у вас, товарищи мои дорогие, есть ко мне? Нет, нет. Нет? Все вам понятно? Я надеюсь, что вы будете на следующей неделе, и вы живыми, здоровыми, невредимыми, а так перестаните передо мной. Есть у вас вопросы? Нет? Я с вами прощаюсь до будущей недели. Всего доброго. До свидания. До свидания.